всем привет дорогие друзья сегодня я решил с такого ракурса снять видео не дрыгаться не не пыркаться вот стоим мы на якоре в ожидании причала в порту времен и у меня интересные новости пришли то есть все таки мне организовали смену и теперь мы будем пробираться до родины то есть не все так просто самолетов мало прямых рейсов то есть если месяц месяц год назад в августе мы уезжали с бремена на прямых самолетах и прямо до архангельска то теперь мне придется ехать на такси до берлина с берлина самолетом на минск с минска на автобусе 800 километров до санкт-петербурга потом выжидать рейс свой до архангельска в гостинице и уже вечерним рейсом 26 числа 26 мая лететь домой еще прикол заключается в том что до этого причал не был свободен и мы приходили последний момент почти понедельник но вроде как сегодня пойдем уже к причалу а у меня еще и визы не готова точнее не то что не готова у меня закончилась виза 2 годовая и мне нужно делать транзитку чтобы успеть но вроде пока все успеваем то есть я надеюсь если все срастется буду снимать как я пробираюсь домой через все кордоны через все границы так что смотрите не переключайтесь ну что взяли молотвана вышли с якорной стоянки бежим по реке везер уже 2 2 лоцман один морской привел в районе пример хапана они поменялись сейчас речной лосман идет вот скоро швартовка через два два с половиной часа вот и все это будет как 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 я говорю последняя швартовка контракте вот тут занимаюсь в каюте у меня тут небольшой как говорится дежавю потому что не год назад чуть меньше в августе месяце мы также шлепали по речке на смену экипажа тоже в город бремен только там вылетели нормально нормальными самолетами а сейчас буду на перекладных как говорится добираться но вкратце покажу тут какой у меня кипиш чемодан он лежит чемодан собираю рюкзак и укладываю свои вещи личные вещи из шкафа убирают чтобы от оставить шкаф сменщику а свои вещи убираю паспорта приготовил завтра нужно будет ехать утром в иммиграционный офис и делать визу транзитку так что вот как то так вот такие сборы приятные хлопоты вот по возможности буду снимать даже его миграционном офисе поснимать но рядом там не дано все равно и потом по пути следования как поеду как буду добираться буду включаться как говорится снимать по пути следования так 24 мая у нас 9 утра с вечера мы стоим в порту времен вечером ошвартовались в порту времен вот жду такси для поездки в иммигрейшн и также жду сменщика судно стоит в ожидании грузовых операций сегодня выходной завтра начнут выгружать а также у них чего ребят будет погрузка здесь же времени выгружать вот эти камни это у меня видео есть а вот также возили сюда чугун чугун примеру чугуна из видео про немецкий порт и кирменде вот документы все принципе готовы на передачу жду сменщика и пока все дальше буду включаться по мере продвижения по моей поездке ну все я поехал в иммигрейшн визу делать вот один из минусов закрытых ворот постоянно везде приехали продукты пацанам приходится все вручную таскать ворот но тут относительно недалеко все равно где они ворота вот ворота из 200 метров как с куста а это еще продукты и краска если блять все по закрывает вечно не годов ничего вот от этих маленьких только ворот есть для пешеходных а большие ворота закрыты не проехать не и выехать ничего мать вот пацаны оба это скажем ладно поехали посмотрим что там сделаем транзитку все смотрите дальше до следующего включения да 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 вот такую штуку сделали такси типа для защиты коронавируса я чтобы мужика не смущать делаю визу звоню по телефону не везде наверное можно снимать поэтому делаю так вот такая вот белка тут поставлен не в кепиш мужчина маски обычный такси заказывается агентом и везет в аэропорт оплачивает визу и везет обратно на суду я пока сейчас начал сейчас съехал и понял что все вот эти закрывашки в такси и все прочее для меня это дико я же не был дома вообще на берегу с декабря месяца и вот по май и для меня все эти люди на берегу и все прочее в масках это яйна а час там поэтажный мейкин видео все это дико для меня вот потому что весь этот коронавирус я был на борту весит ажиотаж я пробовал на судне все эти скупания туалетной бумаги в случае так что ладно шли умигрышем пока заканчиваю так надеюсь у меня батарейки хватит я забыл в кармане выключить камеру ну короче получение визы это целая целый фильм можно снимать как нам как выехать на попытаться выехать с европы с этими визами это целая проблема то есть не чтобы там придумать какую-то марку снять 35 евро дать пинкап для скорости и все на выезд всех все все кого не лень заезжают как говорится выехать моряк домой не может вот я целый час целый час провел ребята такое ощущение что вообще не отдубляют как делать визы вот смысл такой что во первых не просто так тут все это сделать потому что воскресенье выходные иммиграционный офис не работает их нужно заранее вызвать а если агент не позаботился об этом то можно и просто напросто не выехать то есть ехать обратно судно как у нас было прошлым летом в августе то есть 7 человек экипажа ехала приехала в аэропорт визовый центр в иммигрейшн у нас у всех были визы а у одного матроса была просроченная и у них не было начальника в офисе и поэтому визу человеку не сделали он поехал с ними дальше даже точнее дальше он остался на сутки организовал агент чтобы все формальности и на следующий день человек получил все-таки визу и уехал домой вот то есть получается агент должен предупредить что кто-то должен делать визу потому что уезжает и идет и приезжает в офис иммиграционная команда знают обычная полиция эти функции исполняет и делает визу так что вот так вот вот целый час чего там они делали по чек-листу то есть как бы что нужно стеба из текша шаг за шагом что нужно делать он у меня уже автобус ждет вот шаг за шагом делали разбирались с принтером как там все сделать напечатали визу так вирс тормашками до переделывали ее до проверяли 20 раз все там как чего это обстоит дела вот так что вот как вы поняли иммиграционный офис находится в аэропорту временно с торца вот и чем я говорил так что выехать не просто так с этими визами вроде бы на выезд на транзитку всего лишь а нет не тут то было то есть вот такие вот формальности то есть если будет возможность я наверно целое видео сниму про эти как получить визу на выезд а и плюс еще у меня проблема оказалось том они там звонили куда-то начальству куда-то чуть ли не в берлин у меня паспорт закончился не в плане их даты а в плане того что страниц не осталось просто все штанер все страницы проштампованная чтобы получить визу нужны две страницы минимум свободных то есть на одной стороне на 1 на одной странице виза на другой стороне печати а объезд на суде и на я выезде на самолете ну вроде им раздали добро сказали не забудь берлине в аэропорту показать печать на на другой стороне так что вот ну ладно все надо ехать на пароход там еще у нас проверка оказалась сегодня у нас будет уже проходит так называемый пист с тест на алкоголь наркотики то есть нужно баночку сходить баночку и они берут пробы теста то есть по ходу компания заказывает эту этого проверяющего и лет проверять кто-то приезжает потому что была смена экипажа и свежий экипаж нужно проверить на алкоголь и наркотики так что так все поехали все поехали задерживаться окей это был немного длинно вы знаете окей поехали дальше окей 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 я вам я вам окей я вам окей 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 удачу а у федерзей 83 евро туда-обратно сейчас попробуем два три четыре открылся сливаю код раз два три четыре пять ой раз два три четыре звонок вот 35 евро виза 83 евро такси туда-обратно это можно знаете делать видео тут такой как счетчик чин-чин как этот кассовый аппарат типа весь все расходы на перемещение моряка домой вот еду такой думаю этот тест на алкоголь наркотики да куда где нужно скажем так извините как рецепт будет сказано пописать чтобы отдать пробу зачем заказывают такое тяжелое такое поганое время посторонних на судно все уже перешли на какой-то бумажный товарооборот я не знаю товара говорю электронный бумага оборот сейчас кто-то приедет на суд и я поднимаю что нужно контролировать политику компании в отношении того что толерант zero то есть это ноль алкоголя на борту и все трезвые но мы никуда не выходим мы никуда не выходим нам на берег даже не сходить хоть кто-то скажет свинья грязи найдет не найдет на берег не выйти выход запрещен так что вот выход запрещен с марта месяца никому не выйти никуда нигде да не купить ничего не в бар не сходить если кто-то хочет там на напиться никуда не сходите не выйти ничего не купить так что вот ну ладно вот пришли на пароход сейчас меня тоже на процессе и отпустим всех